Как отдыхаем на майские праздники в 2022 году, в какие числа? Утвержденное правительством расписание показывает, что в 2022 году отдыхаем на майские целых 10 дней с 1 по 10 мая. Запланировать уикенд можно в майские выходные дни, посмотреть все выходные и праздничные дни на 2022 год можно в календаре на фото ниже. Как сделать интересным отдых на майские праздники? Майские праздники позволяют развеяться, вдохнуть глоток свежего чистого воздуха на природе и отдохнуть от трудовых будней. В зависимости от финансового состояния, желания, личных предпочтений, отдых на майские праздники в 2022 году каждый человек будет проводить по-своему. Одни люди поедут на дачу, другие будут выезжать в лес на шашлыки, третьих тур по стране, а кто-то отправится за границу в теплые страны. С детьми старшего возраста будет интересно съездить на экскурсии. Если вы живете в этих городах, тогда посетите другие края нашей страны, где также можно узнать и увидеть что-то новое и интересное. Надолго запомнится отдых на Байкале или в Алтайском крае, где уникальная и красивая природа. Отдых с детьми на майские праздники на даче, что взять с собой? Для поездки ребенком за город необходимо взять с собой много полезных и нужных вещей. Если вы отправляетесь на отдых с детьми на майские праздники на дачу, тогда стоит положить в сумку такие вещи и предметы и продукты питания на все дни. Нужно заранее составить меню и рассчитать, сколько нужно продуктов для приготовления блюд и одежду. Всегда нужно иметь сменные вещи на случай, если ребенок промокнет или намочит ноги. Теплая одежда всегда должна быть с собой, так как в мае вечером еще холодно лекарства. Обязательно в аптечке должны находиться медикаменты от простуды, обезболивающие и обеззараживающие препараты, таблетки от головной. Боли и боли в животе, бинт, вата. Могут понадобиться и препараты от аллергии, игрушки для ребенка. Малыш не сможет усидеть на месте и ему нужны развлечения, поэтому ему понадобятся мяч, книжки и различные игрушки. Не лишними будут пледы и гамак. Можно прихватить с собой ноутбук с закачанными фильмами и мультфильмами. Если рядом есть водоем или речка, тогда нужно взять рыболовные снасти. Отдых в Подмосковье на майские праздники, детские путевки. Санаторные оздоровительные комплексы, дома отдыха и куатели приглашают семьи с детьми на отдых в Подмосковье на майские праздники. Санатории предлагают детские путевки круглодично и поэтому родители могут отвезти своего ребенка на отдых и оздоровление в период с 1 по 10 мая или даже на более длительный период времени. Для этого нужно взять направление в поликлинике участкового педиатра. Отдых на майские праздники В России много мест куда можно поехать на отдых на майские праздники. Каждый человек выбирает то, что соответствует его личным предпочтениям и финансам. Многие люди спрашивают себя куда поехать на майские праздники. Ведь хочется это время провести с пользой, узнавая новые места и города, где должен побывать каждый человек хотя бы один раз в жизни. Казань Многонациональный красивый город, в котором много храмов, мечетей. Здесь есть синагоги и костелы. Этот город запатентовал звание третьей столицей России. Стройные башни, которые были построены несколько сотен лет назад, привлекают своей ей красотой и неповторимостью Никола Ленивец. Это деревня, находящаяся в Калужской области. Она известна фестивалями, которые здесь проходят постоянно. Национальный парк Угра, арт-резиденции, эко-фермы – все это привлекает туристов. Участники фестиваля ландшафтных объектов архстояния оставили неповторимые по красоте строения, которые стоит увидеть своими глазами. Кавказские минеральные воды Несколько городов Ставропольского края, которые объединены в этом названии, известны своими лечебными источниками. Кто-то утверждает, что при помощи целебной воды из этих источников можно омолодиться и оздоровить свой организм. Умиротворяющий вид, чистый воздух, сухая и теплая погода – все это располагает к отдыху озера Селигер. Очарование природы этих мест не оставит равнодушным ни одного человека. Отдыхающие могут увидеть 168 островов, которые очень красивые и неповторимые по ландшафту. Это место выбирают люди, которые любят палаточный отдых или экскурсии. Поэтому для отдыха на майские праздники – это отличный вариант. Также можно поехать в Ростов-на-Дону, Суздале и другие города, в которых можно организовать отличную культурную программу, рассматривая уютные кучерявые виды архитектурных строений. Пляжный отдых на майские праздники 2022 Дешевые туры на праздники Многие люди предпочитают только пляжный отдых на майские праздники 2022. Они могут приобрести дешевые туры на праздники и поехать в Сочи или Крым. Готовый тур – это всегда удобно, ведь туристическое агентство позаботится о том, где путешественник будет спать и что он будет кушать. Виды туров на майские праздники Паломнические гастрономические туры Группа туристов собирается для поездки по городам России в целях изучения культуры питания того или иного народа нашей страны. Бизнес-туры помогают проводить встречи с партнерами в неформальной обстановке. Майские праздники и бизнес-туры подходят для знакомства с новыми технологиями и для перенимания опыта у других бизнесменов. Паломнические туры – это программа, которая рассчитана на погружение в монашескую жизнь. Она рассчитана на тех людей, которые хотят по-настоящему почувствовать духовное бытие святогорцев. Индивидуальные туры – это путешествия по стране на своем арендованном самолете. Комбинированные туры – это пляжный отдых, экскурсии и посещения. Несколько городов за один тур. Приключенческие туры помогают познать что-то новое, увидеть красивые места и города. Путешественник может проехаться на внедорожнике по непроходимым местам, проплыть на лодке важно, в любом отдыхе важна цель и идея нового открытия. Ведь люди едут за приобретением новых ощущений и эмоций. Они будут вспоминать новые места, рассматривая фото и видео. Отдых в Сочи на майские праздники – хороший сервис и инфраструктура. В Сочи недавно была Олимпиада, поэтому сервис здесь находится на высоком уровне. Инфраструктура города располагает для отдыха с семьей. Здесь есть развлечения для детей и взрослых. Отдыхающие могут снять комфортабельный номер в отеле или отдать предпочтение уединению в частном секторе. Такой отдых в Сочи на майские праздники запомнится надолго. Если май будет теплым, то в море уже можно купаться. За время праздников получится красиво загореть, ведь загар в этом месяце считается безопасным и полезным. Отдых в Крыму на майские праздники – поездка в Крым. В Крыму много пансионатов, которые приглашают туристов отпраздновать праздники. В это время отдыхать в Крыму понравится всем людям, ведь здесь еще мало людей, чистые пляжи и есть все необходимое для хорошего отдыха. Отдых в Крыму на майские праздники превратится в настоящую сказку. Поездка в Крым не требует много финансов и подготовки, как поездка за границу. Не нужно получать визу, загранпаспорт и нет акклиматизации. Новые аквапарки, развлекательные анимационные программы для детей и взрослых, спортивные мероприятия, крытые бассейны с подогревом и пляжи с теплым морем – все это доступно для отдыхающих в Крыму. Май-тур, где отдохнуть на майские в Абхазии и Карелии. Абхазия и Карелия – это красивые страны с уникальной природой, горами и необычайно красивой растительностью. В май здесь цветут цветы и деревья, распускаются луговые травы, а дикая нетронутая природа восхищает своей уникальностью. Туристические агентства предлагают разнообразные май-туры, позволяющие насладиться неповторимой красотой этих краев. Многие люди не знают, где отдохнуть на майские в Абхазии и Карелии. Стоит обратиться в турагентство и выбрать тур по городам или путешествие в одно определенное место. Специалисты предложат тихие и уютные места, которые идеально подходят для размеренного отдыха с семьей или компанией друзей. Кипр-туры на майские праздники. Если хочется на майские праздники уехать за границу, тогда можно рассмотреть Кипр, если не закроют его в этот период из-за пандемии. Здесь каждый человек получит красивый шоколадный загар и насладится интересным отдыхом в этой стране. Тем людям, которые едут сюда впервые, можно выбрать специальные экскурсионные туры, позволяющие ознакомиться с Кипром на майские праздники. Менеджеры турагентства помогут подобрать туры на праздники, которые принесут массу положительных эмоций от отдыха в этой стране. Однако перед майскими праздниками Кипр закрыт до 10 мая. Египет. Туры на майские праздники. Перед майскими праздниками правительство Египта и России договорились о возобновлении чартерных рейсов к местам отдыха в Египте. Еще не ясно, полетят ли самолеты напрямую к 1 мая. Однако в конце мая уже можно будет рассчитывать на тур в Египет. Многие уже наслышаны о ласковом море с прекрасной фауной, отличных отелях и отличном обслуживании в Египте. Отдых в мае, горящие путевки в Таиланд. Большинство людей предпочитают поехать в Таиланд в мае. Не стоит надеяться на горящие путевки в Таиланд, лучше заказать путевку заранее. Ведь все планируют отдых на праздничные дни, а значит, желающих найти дешевую путевку очень много. Во многих туристических агентствах натуры в Таиланд действуют специальные праздничные цены. Отдых на майские праздники 2022 Советы. До майских праздников еще далеко, но время пролетает быстро. Поэтому необходимо заранее планировать отдых на майские праздники 2022. Наши советы и отзывы ваших знакомых и родственников помогут выбрать такой тур, который запомнится надолго. После холодной зимы хочется много солнца, тепла и новых положительных эмоций. Все это можно получить во время майских праздников, если отправиться в путешествие. Выбрав такой отдых, человек вернется на работу бодрым, отдохнувшим и веселым. Выбирайте себе подходящий тур на майские праздники и отправляйтесь в путешествие. Теплой погоды и хорошего отдыха.